Какие девушки тебе нравятся? Тёмники или светленькие? Сильно. Что у тебя написано на шапке? У меня сегодня очень тяжёлая миссия. Ну, собственно говоря, песни об этом и сценарий тоже. Всем привет! Сейчас мы находимся на бэкстейже клипа Кирилла Скрипника «Это Жиза». В данный момент мы находимся на Арбате, куда пришло много крутых ребят. Давайте уже узнаем, как они не замерзают в такую плохую погоду. Привет. Привет. Что ты тут делаешь? Меня пригласил Ваня Харитонов, ну, сняться как бы в клипе. Что у тебя написано на шапке? Эм, нах. А что это означает? Просто фраза. Просто фраза. Ну, ясненько. Привет, расскажи о твоей сегодняшней миссии. Ой, привет. У меня сегодня очень тяжёлая миссия. Я пришёл сюда на то, чтобы посмотреть, как у Кирилла снимается клип. Это самая тяжёлая миссия, которая сегодня только может быть. Какие девушки тебе нравятся? Тёмненькие или светленькие? Сильно. А что значит тёмненькие или светленькие? По цвету волос. По цвету волос, я понял. На самом деле, как-то не задумывался об этом. Если девочка красивая, то как бы это не важно. А скажи об идее клипа сегодня. Идея клипа? Идея клипа такая, что я сегодня буду петь тут, на Арбате, на Старом. И всё. В общем, ничего сложного. А вот вы снимаете сейчас на улице, а рассчитываете подработать в качестве уличных музыкантов? Кстати, отличная идея. Можно воспользоваться. Привет. Сказываю, холодно, не холодно. Ожидалась такая температура сегодня. Ну, на самом деле, мы ожидали, что будет ещё холоднее. Чувствуется все минус 15. Я думаю, что сейчас пойдёт процесс, и мы забудем о холоде. Всё, у нас будет только творчество. Здравствуйте, Мария. По сути дела, вы являетесь продюсером вашего сына Кирилла. И какие стратегии вы для этого делаете? Какие толчки? С кем сотрудничаете? Ну, я, наверное, мама больше, чем продюсер. Мы как-то вместе с ним всё придумываем. Вот эту песню он написал сам. Сценарий мы вместе придумали. С раннего детства он мечтал на Арбате петь. Вот, я думаю, сегодня сбылась его мечта. Вот, посмотрим, что получится. Расскажи о сценарии клипа, о чём он будет? О подростке, который влюблён. Ну, там нет ничего такого замороченного, никакого там суперсюжета. Всё довольно просто. О страданиях молодого человека. Знакома ли ты с Кириллом лично? Ну, как лично? Просто, да, знакома. Как зовут его девушку? А у него нет девушки. Ты хотела бы быть его девушкой? Нет. Почему? Потому что мне чисто нравится его творчество, и всё. Как вам работать с детьми? С детьми работают с отлично. Я с ним работаю не первый раз. Это уже наш третий клип. Я бы вообще его не назвала ребёнком, если честно. Работает как взрослый. Он очень серьёзный. Очень серьёзно относится к работе. Он очень артистичный, самое главное. Потому что многие взрослые не настолько круто работают, как он.